Мы живем в удивительное время. Мир стоит на пороге четвертой промышленной революции. Высокие технологии поднимают качество жизни человека на невиданный доселе уровень. Достаток и комфорт граждан, а также общечеловеческие ценности становятся доминантами развития цивилизованных стран. А в России в это время 20 миллионов человек живут без водопровода, и любой гражданин может сесть в тюрьму за лайк в социальных сетях. Ну, это так, цветочки. А пока весь мир живет в 21 веке, Россия застряла максимум в 19. Сейчас, когда влияние в мире определяется современными технологиями и сильной экономикой, русские по старинке выкатывают свою ржавую царь-пушку и, звоня в царь-колокол, сжигают в горниле баталии и своих, и чужих детей. И можно было бы подумать, что вся проблема в обезумевших кремлевских сидельцах. Но не тут-то было. Уровень поддержки народом царя в России всегда был, есть и остается необычайно высок. Казалось бы, нонсенс. Разве можно по доброй воле соглашаться на плохую жизнь, бедность, войну и разруху? Разве можно в 21 веке быть добровольным рабом и радоваться своей участи? Российские реалии говорят о том, что еще как можно. В связи с этим многие задаются риторическим вопросом. А что же все-таки не так с Россией? Что это? Особый путь? Третий Рим? Или еще какой-нибудь Сурковско-Дугинский бред? А причин-то всего две. Очевидных как божий день. Я не открываю Америку, но эти абсолютно связанные между собой причины дают полное понимание сущности сегодняшней России. Итак, причина первая. Генетическая, буквально мышечная память о крепостном праве, которая длилась 364 года. И было отменено совсем недавно, всего каких-то шесть поколений назад, в 1861 году. Если вы думаете, что это было очень давно, то вдумайтесь в следующее. У среднестатистического россиянина возраста Путина прадед и прабабка стопроцентно были крепостными. Стоит ли напоминать, что крепостничество было рабством, личной зависимостью от барина? Крепостного можно было свободно купить, продать, проиграть в карты, забить палками, затравить собаками, использовать как живую мишень и так далее и тому подобное. Доля крепостного была незавидна. Но вместе с этим за три с половиной века раб стал кроток и послушен, полностью повинуясь воле своего господина. Мало того, в большинстве своем сформировалось даже что-то такое отеческое и нежное во взаимных отношениях барина и крепостного. Русский человек уже не представлял себя как-то иначе, кроме как быть послушным и безропотным детятей в руках своего феодала. Рабская генетическая память и рабский менталитет прадедов не оставляют современным россиянам ни единого шанса на иную жизнь. Как минимум еще 200 лет должно пройти и все равно нет никакой гарантии, что мироощущение русского человека изменится кардинально. Покорность и почитание любой жестокой власти, отсутствие инициативы и самоуважения, готовность подчиняться и раболепие навсегда останутся основными качествами загадочной в кавычках русской души. Они добровольные рабы. Современные крепостные, согласные на такую жизнь. И никакие айфоны, айпады и интернеты этого не изменят. Так что надеяться там абсолютно не на что. Причина вторая того, что не так с Россией, также носит генетические корни, но несколько более глубокие. Российская государственность была сформирована ханами Золотой Орды. Начиная с 13 века русские князья получали ярлыки на княжение из рук хана и платили ему феодальную ренту, часть которой в свою очередь собирали со своих подданных. Никакие монголы, а тем более татары, не угнетали простой русский народ. Этим непосредственно занимались московские, тверские и прочие русские князья. Наведываясь в Золотую Орду, они полностью переняли монгольскую культуру и тип власти, которая была построена на насилии и жестокости. Это был невероятный объем власти у одного человека. Хан был абсолютно всем, а все остальные – ничем. Русские князья оказались хорошими учениками и за 250 лет сотрудничества с монголами сами стали Ордой. Это навсегда закрепилось в России. С тех самых пор и по нынешнее время вы не вспомните ни одного правителя России, который бы не придерживался ордынской культуры власти. Жестокость и обесценивание человека. Это длится столетиями и до сих пор пронизывает весь бюрократический аппарат Российской Федерации. Многовековая генетическая память российского чиновника заставляет его относиться к рядовому гражданину как к дорожной пыли. Ордынский тип власти распространился и на отношения внутри государственных менеджеров. И сегодня особенно видно, как вся Россия отдана на откуп местным князьям. То есть, как и Золотая Орда, поделена на улусы, которые платят дань и обеспечивают незыблемость ханской власти. А внутри своих улусов делают, что хотят, но дрожат при мысли о том, что могут впасть в немилость к хану. Куда ни кинь взор, всюду вся Россия сверху донизу пронизана Ордой. Кочевой ордынский менталитет объясняет нежелание Москвы обустраивать захваченные регионы. Стоит только посмотреть на Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, Крым, Луганск, Донецк, чтобы понять, здесь прошла Орда. И никакого будущего тут не будет. Все самое ценное вывезено и разграблено. А что-либо обустраивать и облагораживать для ордынского менталитета – это низко и недостойно. Мало того, если посмотреть на окрестности жизнедеятельности обычного россиянина, то ясно понимаешь – генетические, кочевые корни этого народа неистребимы. Горы мусора, заброшенность, упадок и абсолютное нежелание русского человека привести в порядок хотя бы собственный подъезд или двор. Такое впечатление, что он десятки лет живет в своей разрухе временно, ожидая команды по коням для нового набега на неосвоенные земли. Так и существует всю жизнь от того, что ордынская генетика сидит в нем глубоко и надолго. По этой же причине русские радуются захватом новых территорий и с удовольствием поддерживают притязания московских ханов на Украину, Прибалтику, Польшу, Казахстан и так далее и тому подобное. И по ордынско-крепостной привычке готов беспрекословно подчиниться приказу своего хана и с разбегу прыгнуть в горнила новых войн. Ну, Орда, она и есть Орда, и надеяться в этом случае тоже абсолютно не на что. Кстати, попробуйте найти еще хотя бы одну страну, где народ так неистово хочет войны. Российская Федерация – это такая зловредная, стыдная, хроническая болезнь, которая периодически всех беспокоит, мешая нормально жить. Все хотят избавиться от этой дурацкой несуразной хвори. Только никто пока не знает, как именно. Что не так с Россией? По-моему, все очень даже понятно и объяснено выше. Нет никакого особого пути. Нет никакого русского мира. Есть только многовековая Орда. Страна генетических рабов и генетических тиранов. Вот это вот все и является так называемой загадочностью русской души. Россию нужно понимать исключительно с этой стороны. И никаких сантиментов. Орда понимает только язык силы. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова